22 ноября на площадке Московской торгово-промышленной палаты прошел российско-австрийский экономический форум, в работе которого приняли участие представители российских и австрийских компаний. Всего неделю назад в Вене с успехом прошли Дни Москвы, и вот теперь состоялся форум, на котором участники узнали о состоянии экономических отношений между двумя странами и о перспективах сотрудничества. Это продолжающаяся реализация главной цели сотрудничества Москвы, предпринимателей Москвы с другими странами, в данном случае с Веной. Совершенно недавно проводились Дни Москвы в Вене, мы встречались с предпринимателем, была деловая часть, кроме культурной части, кроме встречи руководителей городов, и были встречи с предпринимателями. Следующие встречи происходят здесь, в Москве. Ну, я уверен, и все знают, что халва можно говорить сколько угодно, но лучше попробовать. Вот австрийские коллеги приехали попробовать в Москву. Должен сказать, что Дни Москвы в Вене прошли прекрасно. У нас было очень интенсивное общение, очень важные переговоры, и представители правительства города Москвы проинформировали нас о том, что происходило в городе, как он развивался за последнее время. Мы не были здесь три года, вот сейчас мы приехали, и заметно, что в Москве произошли замечательные изменения. Я также рад, что мы сейчас вновь в Москве, и что эта встреча по приглашению председателя Московской торгово-промышленной палаты состоялась так быстро после московских дней в Вене. Сюда приехала делегация, в которую входят представители 26 компаний, и это важный сигнал, как нам кажется. Это сигнал, который говорит о том, что несмотря на санкции, мы продолжаем работать с Российской Федерацией, и это очень важная для нас страна. Сейчас товарооборот между Россией и Австрией постепенно растет. В прошлом году импорт товаров в нашу страну увеличился на 25%, а из России в Австрию на 18%. Однако, как отметил Рихард Шенс, уровня 2013 года в 6,6 млрд евро пока еще очень трудно достигнуть. Торговый советник посольства Австрии в Российской Федерации Рудольф Лукавский сообщил, что австрийские компании в целом инвестировали в Россию около 6 млрд евро. Они вложили средства в деревопереработку, целлюлозно-бумажную, пищевую и автомобильную промышленности, в добывающие отрасли. На форуме были представлены возможности особых экономических зон Москвы. Бизнесмены из Австрии узнали о том, как государство поддерживает промышленные предприятия города, в том числе иностранные компании, локализовавшие на свое производство. Были представлены инновационные проекты, в том числе энергосберегающие системы освещения и разработки, позволяющие реконструировать ДТП. На форуме был подписан меморандум о взаимопонимании между Московской палатой и компанией «Кристоф.ру». Подписи под документ поставили глава МТПП Владимир Платонов и главный менеджер компании «Кристоф.ру» Пауль Брук. Представители австрийской страны поблагодарили организаторов форума за оперативность и высокий уровень проведения мероприятия. По итогам форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...